Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня в Европе пройдут заключительные восемь матчей третьего тура футбольной лиги чемпионов. Интересный матч ожидается в группе Е, там состоится встреча между Бенфикой и Баварией. Мюнхенцы ожидаемо идут на первом месте, не потеряв ни одного очка. Конечно, мало кто сомневается, что подопечные Юлиана Нагельсмана выйдут в весеннюю часть турнира. Интерес думается в том, кто сможет отобрать хотя бы очко у немецкой машины, которая имеет впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей плюс восемь. Возможно, Бенфика идущая пока второй постарается осложнить жизнь лидеру. Все-таки португальцы играют при родных трибунах. Любой осечкой подопечных Жоржа Жезуша могут воспользоваться киевские динамовцы или Барселона, встречающиеся в другом матче группы. Думается, для португальского клуба ничья будет просто отменным результатом в противостоянии с Ливандовской и компанией. Бенфика пока лидирует в национальном первенстве, одержав семь побед в восьми матчах. Единственное поражение они потерпели в последнем туре от Портиманенсе. Бавария в Бундеслиге идет невероятно мощно, забивая почти в каждом матче не менее трех голов. Единственная осечка произошла 3 октября в домашнем матче с Айнтрахтом 1-2. Единственное поражение в восьми матчах позволило приблизиться к Баварии Дортмундской Боруссии, которая отстает от мюнхенцев на одно очко. Коэффициент на победу немецкого клуба заметно выше, он составляет 1,5. Коэффициент на победу португальского клуба 6,5. Баварии уже менее чем через три дня предстоит сыграть домашний поединок с Хофенхаймом, поэтому думается подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют в экономном режиме, забив 1-2 гола. Вот только согласятся ли с этим футболисты Бенфики, это большой вопрос. Мы узнаем об этом совсем скоро, а именно в 22.00 по Москве. Ждем красивый футбол в исполнении обеих команд. На этом с вами прощаюсь, с уважением, Ренат.